Что такое независимость событий? Вообще независимость событий это и есть центральный факт, центральное, вернее, понятие в теории вероятностей. Если вы чувствуете на каком-то там таком уже интуитивном уровне какие события зависимы, какие нет, это значит, что у вас появилась вероятностная интуиция. А если нет, то, в общем, не судьба. А в остальном, ну, в нашем курсе, ничего кроме комбинаторики точно не будет. Это тоже комбинаторик. Значит, вот чтобы понять, что такое независимость, давайте разберемся с тем, что такое условная вероятность. Надо дать для начала какое-нибудь осмысленное определение условной вероятности. Вот что такое условная вероятность одного события при условии другого. Ну, делать это можно просто. Давайте представим себе нашу любимую грамельную кость. Вот ее бросили, но мы еще не знаем результаты. То есть мы не знаем, какой исход реализовался. Мы стоим где-то в стороне и видим результаты. Это, однако, Крупье, который следит за процессом, нам сообщил некую дополнительную информацию. А именно он сказал, что кость выпала четной стороной кверху. Ну, например. Сказал, что кость выпала четной стороной кверху. А мы с вами ставили на единицу. С какой вероятностью мы выиграем, зная то, что нам сообщил Крупье? Мы ставили на единицу, но знаем теперь, что кость выпала четной стороной кверху. С какой вероятностью мы выиграем? Ну, любая. Ну, любая, правильно, да. Правильно, да. Вероятность, конечно, будет нулевая. А если мы ставили не на единицу, а на двойку, то вероятность, наверное, будет какая? Одна треть. Одна треть, правильно, да. Вероятность будет, конечно, одна треть. Как это заформализовать в общем случае? Ну, вот у нас есть наше пространство элементарных исходов, состоящее из исходов омега-1 и так далее, омега-n. Есть пространство элементарных исходов, например, шесть сторон игральной кости или как-то еще. Мы знаем, что произошло какое-то событие B. Это нам сообщили. Событие B произошло. Кость выпала четной стороной кверху, там все, что хотели. Есть интересующее нас событие A. Как посчитать вероятность события A при условии нашего дополнительного знания о том, что B произошло? Что значит, что B произошло формально? Это значит, что реализовался один из тех, ровно один из тех элементарных исходов, которые благоприятствуют событию B. Ну, давайте я их даже как-нибудь там перечислю. B – это множество омега с индексом и 1. И так далее, омега с индексом и К. Ну, может быть, это страшно выглядит, но если это страшно выглядит, тогда не смотрите сюда, закрыте глаза. Ну, просто один из элементарных исходов произошел, который благоприятствует событию B. И теперь нас интересует вероятность события A. Ну, понятно, что если среди тех элементарных исходов, которые благоприятствуют событию A, среди тех элементарных исходов, которые благоприятствуют A, есть такие, которые сюда не попали, то они точно не реализуются, правильно? Потому что мы уже точно знаем, что реализовалось ровно одно из этих. Если среди благоприятствующих A есть какие-то, которых нет здесь, ну все, они пропали, без шансов. Вот. То есть нас интересуют только те элементарные исходы, которые одновременно благоприятствуют событию A и присутствуют в этом множестве. Правильно? Ну, сколько их? Их, конечно, столько. Правильно? Мы смотрим те элементарные исходы, которые благоприятствуют A и при этом попали в заведомо реализовавшиеся. Ну, а дальше мы находимся в рамках классической вероятности, пользуемся обычным соображением классической вероятности. Вот это число исходов, которые сейчас благоприятствуют событию A, правильно? А вот это, мощность B, она же K. Это количество всех исходов, которые могли реализоваться. Вот. Кажется, что никак по-другому, естественным образом, условную вероятность определить нельзя. Правда же? Ну, давайте еще для красоты слонга сверху и снизу разделим на мощность омега. Понятно, что если разделить на мощность омега сверху и снизу, получится то же самое. Просто, ну, скрати. Но зато вот это по определению, это есть вероятность пересечения событий A и B, а вот это по определению, это вероятность события B. Мы получаем вероятность A, пересеченного с B, поделить на вероятность B. Извините, вероятность клевая. Получилась эта буква B. Вот, поделить на вероятность B. Вот такая вот штука получается. Это и есть традиционное обыкновение условной вероятности. Нужно еще дать обозначение. Вероятность А, палка, Б. Считается вероятность события А при условии события В. Пишется вот так. А считается просто вероятность А при условии В. Ну, это и есть по определению вероятность пересечения, по действительно вероятность условия. Ну, в этом месте можно проявить занудство. Занудство состоит в том, что среди наших событий вообще-то бывают пустые множества. Помните, невозможные события. Но, конечно, если мы захотим такую формулу применять в случае, когда В это пустое множество, то это будет как-то странно. Ну, потому что мы делим на 0. В школе говорят, что на 0 делить нельзя. Нам получится сказать дурная бесконечность, но вероятность не может быть бесконечной. Поэтому зачастую делают дополнительную оговорку. Говорят, что если вероятность условия равна 0, то давайте просто по определению положим саму условную вероятность тоже равной 0. Но это не обязательно некая заноска. Если вероятность В равняется 0, то по определению вероятность А при условии В тоже равняется 0. Это, повторяю, не очень важная часть. Главное вот это, потому что мы, конечно, с такими странными изысками, когда условия имеют вероятность 0, встречаться больше не будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!